Время новостей на телеканале Север в студии Алина Волчейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. Плюс один. В Неницком округе за минувшие сутки выявлены новые случаи заболевания COVID-19. На этот раз у жителя поселка Искателей заражение произошло через контакт в грязной зоне терапевтического отделения. Неницкая фармация нуждается в финансовом оздоровлении. У общества отсутствуют оборотные средства на закупку лекарственных препаратов. За несколько лет общая сумма убытков превысила 15 миллионов рублей. Чистота начинается с каждого. Несмотря на плохую погоду, жители микрорайона Старый аэропорт вышли на субботник. Активисты облагородили территорию и подготовили улицы к озеленению. Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. И в начале выпуска информация о паводке. По состоянию на 2 июня на реке Печора по гидрологическим постам Чильеюрусь, Цельма, Йормица, Великовисочная и Оксина уровни воды превышают критерии неблагоприятных отметок, но постепенно идут на спад. На Нижней Печоре в границах Неницкого округа происходит медленное понижение уровней воды. Переход через неблагоприятную отметку затопления на спаде Воксина ожидается к 5 июня, в Великовисочном к 10 июня. По данным гидрологического бюллетеня на утро 2 июня, в Великовисочном вода достигла отметки 878 сантиметров. В Оксина также незначительное понижение – минус 3 сантиметра за сутки. Уровень воды на отметке 759 сантиметров. В Вандиге 545 сантиметров, в Осколково 550. На 56 и 17 сантиметров отмечается понижение уровня воды в населенных пунктах Харута и Коткина. Здесь 448 и 382 сантиметра соответственно. В районе Наринмара – 562 сантиметра, минус 3 сантиметра за сутки. Плюс один. В Неницком округе за минувшие сутки выявлен новый случай заболевания COVID-19. На этот раз у жителя поселка Искателей. По информации окружного профильного департамента, заражение произошло через контакт в грязной зоне терапевтического отделения. Трое пациентов успешно прошли лечение от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в регионе лабораторно подтверждены 74 случая COVID-19, на сегодняшний день активны только 40. 34 пациента выздоровели. По данным наутро 2 июня, стационарное лечение проходит 20 пациентов с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция. Амбулаторно – 19 пациентов. Все они на Варандее. По словам руководителя окружного профильного департамента, с сегодняшнего дня снимается карантин на месторождении имени Титова. По Варандею аналогичный вопрос будет рассмотрен в ближайшее время. Сегодня есть результаты теста. По Варандею они все отрицательны, в том числе и контактны, и по больным. Второй тест проведен, и в ближайшее время по Варандею больных уже не будет. То есть они будут считаться... Нужно два теста, когда по рекомендациям, по правилам, которые сегодня приняты, считается человек выздоровший. Соответственно, по Варандею в ближайшее время будет вопрос закрыт и также снят карантин. По Варандею я уже сказал, что карантин сегодня снимается. Должно быть принято в основании администрации. Вам все выздоровеют. Один пациент с нефтяной промплощадки продолжает лечиться в стационаре Усинской ЦРБ. Всего с начала пандемии в Центре гигиены и эпидемиологии Ненецкого округа проведено 2931 исследование на коронавирус, в том числе 102 за последние сутки. Как отметил Сергей Сверидов, среди заболевших есть и сотрудники медучреждения. У нас владел фельдшер горы помощи, который часть своей халатности заболевания получил. Это сейчас идет в том числе служебное расследование и расследование несчастного случая, потому что для медиков присмотрена страховка. И два уборщика служебных помещений – это тот случай, когда заболевание произошло у нас в терапевтическом отделении. Это результат именно там, но мы их там все в карантине, и, соответственно, они все там находились. Все, что остальное – это контактные люди из терапевтического отделения, появляющиеся по заболеваниям. И вот то, что я сказал, обсервация два человека, это укол переводок проводил, результаты протестировали по двух человек, положительный результат. В обсерваторе на сегодняшний день находится 10 человек. На самоизоляции в домашних условиях – 416 человек. С начала пандемии снято с контроля 1056 человек, 37 – за прошедшие сутки. Напомню, до 14 июня в регионе продолжает действовать масочный режим при нахождении в местах общего пользования. Референдума по вопросу объединения Ненецкого автономного округа и Архангельской области 13 сентября 2020 года не будет. Такое заявление в ходе брифинга с представителями окружных СМИ сделал временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный. Уважаемые жители округа, мне и депутатам продолжают поступать сообщения с вопросами о возможном объединении нашего округа с Архангельской областью. Будет ли 13 сентября референдум? Будет ли этот вопрос рассматриваться на ближайшей сессии? Говорил ранее и повторюсь, референдума 13 сентября не будет. На ближайшей сессии этот вопрос не рассматривается. Мы провели большую работу с членами рабочей группы. Общая позиция такова. Такой серьезный вопрос требует проработки. И спешка в нем не нужна. Полностью разделяю эту позицию. Сегодня разговоры о референдуме преждевременны. Считаю, что необходимо заняться делами и шаг за шагом решать проблему нашего округа. Сроки завершения строительства третьей школы на улице авиаторов и возведения фельдшерско-акушерских пунктов в поселениях округа. Эти и другие темы обсудили на заседании штаба по реализации национальных проектов в Ненецком округе. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции под председательством руководителя Департамента финансов и экономики Татьяны Лагвиненко. Также на штабе шла речь о рисках, связанных с распространением COVID-19. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка сказывается на достижении ряда показателей региональных проектов. В ходе совещания было сказано, что поставка материалов для завершения строительства третьей школы подрядчикам запланирована на 15-20 июня. По словам руководителя профильного департамента Павла Масюкова, к концу июля все работы в соответствии с контрактом должны быть завершены. Параллельно будет вестись монтаж оборудования. Что касается медицинской сферы, в рамках нацпроекта в этом году запланировано создание 12 здравпунктов в населенных пунктах региона. По информации подрядчика, первое блочно-модульное здание для фельдшерского здравпункта будет доставлено в Щелино к 15 июня. Ненецкая фармация нуждается в финансовом оздоровлении. У общества отсутствуют оборотные средства на закупку лекарственных препаратов. С 2013 года и по сегодняшний день общая сумма убытков, которые несет фармация, в том числе и в связи с поставкой лекарств и медикаментов в окружные села, превысила 15 миллионов рублей. Этот вопрос сегодня был вынесен на рассмотрение постоянной комиссии окружного собрания депутатов по социальной политике. Ирина Никешина продолжит. Ненецкая фармация – единственное аптечное учреждение, которое обеспечивает населенные пункты округа лекарственными препаратами и медикаментами. Раньше доставка лекарств на село субсидировалась из районного бюджета. С тех пор, как программа прекратила действие, Ненецкая фармация несет большие убытки. На тот период деятельность организации была безубыточная и ассортимент товара, который был в продаже, он был разносторонний. С момента прекращения действия этой программы, в предыдущие ежегодно накапливают убыток. Убыток составил по 2019 году по доставке лекарств на село 3 миллиона 600 тысяч. Это годовой убыток за 19 год. В те годы, когда ассортимент был шире, то эти расходы были немного больше, чем 3 миллиона 600 тысяч, когда он на это добавлял ассортимент. Предприятие, чем сложна сегодня ситуация, что у них нет оборотных средств, а в рамках, хотелось бы понимать, что в рамках коронавирусной инфекции, наоборот, должно быть плюс. Оказалось, что это большой минус, потому что все поставщики без 100% предотврата перестали работать и требуют 100% предотврата. По словам представителя Департамента финансов Сергея Михайлова, даже если окружной бюджет возьмет на себя расходы по возмещению убытков Ненецкой фармации, это не решит проблему. Если даже за примеры взять цифры, то за 2018 год убытков было 4 900, а по транспорту только 3 300. То есть даже если мы точечно будем помогать эти 300, то предприятие будет все равно на 1,5 миллиона убытки. Это за 2018 год. За 2019 год также убытки 3,5 миллиона, по доставке 2 300. Это еще убыток плюс 1,2 миллиона. То есть в это точечное решение проблемы по Ненецкой фармации, оно не поможет работать комплексом в целом. И, как сказал Сергей Анатольевич, принимать решение по другим направлениям. Также хоть как-то вывести предприятие из этого убытка. Это раз. Второе. Если же просто субсидировать и не принимать других каких-либо мер, я не могу говорить конкретно каких, то они все будет нарастаться дальше. То есть если мы просто будем тортидовать денег, но не менять саму ситуацию, то эту ситуацию сильно не спасет. По словам председателя постоянной комиссии окружного собрания депутатов по социальной политике Анны Булатовой, в адрес депутатов неоднократно поступали обращения от жителей региона о недостаточной обеспеченности лекарственными препаратами и медикаментами. Учитывая сложившуюся проблему в Ненецкой фармации, необходимо проработать возможные пути экономического оздоровления аптечного учреждения. Месяц дано для определения позиций со стороны департаментов, чтобы выйти из создавшейся сложной ситуации. Потому что эта ситуация копилась и появилась не за один год, она тянется уже с 2013 года. Все эти долги, которые составляют на сегодняшний день 15 миллионов, они возникли в течение 7 лет. Поэтому совместные здесь решения необходимы. Но надеемся, что департамент через месяц нам предоставит полную информацию, как можно видеть из создавшейся положения. Ирина Никешина, Антон Водряков, Телеканал Север. Президент России назначил дату голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Голосование пройдет 1 июля с соблюдением всех мер предосторожности. Поправки вносятся в пять глав основного документа страны. Более подробно со всеми вносимыми изменениями вы можете познакомиться в материале в нашей официальной группе ВКонтакте. Сегодня в выпуске об одном из таких изменений. Гарантия сохранения этнической самообытности всех народов, проживающих в России – одна из поправок в основной документ страны. Председатель регионального отделения организации Ассоциации юристов России в Нинецком округе Ольга Питунина обратила внимание на поправку в статью 69, которая гарантирует права коренным малочисленным народам Российской Федерации. Данная статья была расширена. В нее добавляется новое понятие «этническое и языковое многообразие». Данная поправка устанавливает гарантию и защиту не только для коренных малочисленных народов, но и вообще для всех этнических общностей и народов, которые проживают на территории Российской Федерации. То есть теперь Конституция гарантирует сохранение этнической самобытности всех народов, которые проживают на территории. Кроме того, данная поправка расширяет еще и свои гарантии на наших соотечественников, которые проживают за рубежом. Напомню, голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Администрация Нарьинмара стала лидером среди муниципальных образований Ненецкого округа по уровню содействия и развитию конкуренции. Диплом за победу в конкурсе главе муниципалитета Олегу Белаку вручила руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко. Рейтинговая система оценки органов местного самоуправления Ненецкого округа была создана в 2017 году. Она направлена на содействие развитию конкуренции, а также выявление лучших муниципальных практик региона с целью их дальнейшего тиражирования. По итогам прошлого года лучшим муниципальным образованием за содействие развитию конкуренции признана администрация Нарьинмара. Действительно, большая работа проводится гордым в этом направлении. И, можно сказать, рано условия всем предпринимателям это развитие предпринимательства на территории города. Поэтому и не только с точки зрения нормативно-правовых документов, но и всей другой поддержки по этому отношению. Одним из главных критериев оценки органов местного самоуправления в рейтинге стало соблюдение норм антимонопольного законодательства. По словам Татьяны Лагвиненко, Нарьинмар соответствует всем заявленным параметрам. Для нас это очень важная и ценная награда, потому что одним из главных критериев и правил в нашей работе было, если будет всегда эта открытость. Вы видите, что меняется и облик города, мы меняем инистрационарный объект. Вот в этом году мы завершили это все мероприятие. Это тоже все проходит на основании открытости и доброй воли всех участников рынка. То есть равные права на меры социальной поддержки, социальной поддержки, экономической поддержки являются залогом того, чтобы быть в данной номинации лидером. Для нас это большая честь, и я думаю, что мы будем делиться этим образом действительно с нашими коллегами и любимыми муниципальными образованиями. Второе и третье места в рейтинге органов местного самоуправления Ненецкого округа по уровню содействия развитию конкуренции заняли Пустозерские и Пешские сельсоветы. Мария Даник, Антон Водряков, Телеканал «Север». Окружная организация профсоюза работников здравоохранения России и Ненецкое региональное отделение Ассоциаций юристов России подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках подписанного документа медики, члены регионального профсоюза в оперативном порядке смогут получать необходимую правовую помощь на месте. До этого за юрпомощью они обращались в Архангельскую область, что доставляло массу неудобств. Мария Даник продолжит тему. Переговоры о подписании данного соглашения сторонами велись с сентября прошлого года. Сегодня затянувшийся процесс обсуждения с решением различных организационных моментов завершен. У нас есть свой правовой инспектор СК профсоюза, но, к сожалению, в Архангельске это очень сложно. Не надо было трудно дозвониться, и этот человек очень занят, потому что она одна на всю область. Поэтому очень сложно получить консультацию со временем. Бывают такие вопросы, которые не терпят отлагательства. И очень актуально, что есть такая возможность у нас теперь получить консультацию и помощь на месте, прямо в городе. Основная цель профсоюзов – защита индивидуальных и коллективных прав работников. Вопросы, когда необходима правовая помощь специалиста, возникают часто, отмечает председатель первичного профсоюза Ненецкой окружной больницы Александр Ковязин. В этой связи подписанное соглашение позволит в оперативном порядке снимать спорные моменты, а также наладить взаимовыгодное сотрудничество. Здесь в данном случае мы получаем мощную, хорошую поддержку. И в том числе со стороны профсоюзных работников, членов профсоюза, в рамках своей компетенции будем оказывать помощь также и Ассоциации юристов России, Ненецкому оригинальному отделению. Сотрудничество, которое предполагается в рамках подписанного соглашения, будет полезно в целом для юридического сообщества, так как отвечает сразу нескольким направлениям деятельности Ассоциации. Думаю, что это сотрудничество будет очень полезно в целом для юридического сообщества, поскольку одной из целей деятельности Ассоциации юристов является как раз участие юристов в социальных, гуманитарных проектах, программах. Кроме того, оказание бесплатной юридической помощи гражданам, которая в данном случае будет выражаться, оказание помощи в защите трудовых прав работников здравоохранения, членов профсоюза, ну и, конечно же, правовое просвещение. В свою очередь, подчеркнула Ольга Питонина, членом Ассоциации юристов, работа с окружной организацией профсоюза работников здравоохранения России поможет повысить навыки и совершенствовать правовые знания в области трудового законодательства. Мария Даник, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Чистота начинается с каждого. Несмотря на плохую погоду, у жителей микрорайона старый аэропорт вышли на субботник. Активисты облагородили территорию и подготовили улицы к озеленению. Подробнее расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Глеб Никонов постоянно помогает своей бабушке по дому. Вместе с родителями ремонтирует забор, высаживает цветы. В свои 10 лет мальчик уже трудится на благо своего района в свободное время. Надо прибираться в микрорайоне, чтобы не было очень много мусора, и люди, которые сюда заезжают, не говорили, фу, почему этот микрорайон такой грязный. И вот мы прибираемся. Жительница микрорайона старый аэропорт Ольга Благодатская на субботники выходит регулярно. Женщина уверена, если каждый будет следить за чистотой города, проблем с загрязнением не будет. Это наш участок, наш район. Мы, конечно же, хотим, чтобы у нас здесь было чисто, красиво, если мы сами не постараемся, не позаботимся. Кто за нас это сделает? В том году, вот эти два года подряд у нас приходили, получается, работали на летний период. Мы брали ТОС, наш старый аэропорт, брали школьников, подростков, да, вот они у нас работали. А в этом году из-за этого коронавируса, получается, будем сами облагораживать свой поселок. Почему бы нет? Это не зазорно? Пошел, убрал. Два года подряд ТОС «Старый аэропорт» заключал договор с Центром занятости о предоставлении рабочих мест для молодежи на облагораживание территории. Это не только уборка, но и посадка цветов. Однако в этом году из-за пандемии генеральную уборку микрорайона наводят местные жители. Все жители микрорайона очень любят город Наринмар и то место, где мы живем, в частности, микрорайон «Старый аэропорт». Поэтому стараются следить за порядком в микрорайоне и выходят сами. Мы уже в этом году несколько раз выходили, но учитывая, что сейчас карантин по коронавирусу, массовых субботников не устраиваем. Каждый выходит, прибирается у своего дома и прилегающую территорию убирает. То есть проезжую часть дороги, газоны. Следим за чистотой. Кстати, озеленение активисты микрорайона проводят за счет грантовой поддержки городской администрации. Вот и в этом году с помощью поддержки мэрии засеет газоны и высадит цветы на центральные улицы. Купили в Москве на заводе малых архитектурных форум ящики под цветы. И в прошлом году часть цветов вырастили жители, часть цветов мы купили в агропроме. В этом году вновь мы будем дозакупать ящики и снова выращивать и покупать цветы. И будем улицу Российскую украшать. В других местах нам не высадить цветы, там нет, потому что ограждение, на которое можно было укрепить ящики. Но улица Российская будет в цветах. Добавлю, так как эпидемиологическая обстановка еще не стабилизировалась, при уборке микрорайона жители соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, Телеканал Север. И на этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды компания Полар Транс. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких. И будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok